Все еще в Чердане. Я все еще открываю утром окно и жду, когда выйдут фотки. У меня три мухи лежат мертвые у окна. Я вам не снимаю. Скажите спасибо. Смотрите, как рядом смерть и жизнь. Вот у нас пасечники, которые живут только своими сотами, медом. И, надеюсь, будет интересно. Бывает, что месяц невозможно ни на какой технике, даже на тракторе, ни на чем невозможно проехать. Раньше, в советское время, до советского времени много очень было деревень. Практически, каждые три километра. Пенсионеры, дедушки, бабушки. Кто умерли, деление, умерли вместе с ними. Кто уехал, сейчас потихонечку. Собака ее потом начинает. Что-то было, блядь. Ну, она выбегает в машину. Он стал держать там коровок. Сейчас тут молока можно свежего купить. Поползаем. Ой, красота. Здрасьте, я Ксюша. Здравствуйте, Надежда. Очень приятно. Холодные руки. А у вас теплые, наоборот. Это хороший знак. Ну что, мы вообще потряслись, пока сюда доехали. Очень плохая. Но зато красивая. Пойдемте, чай. 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 Пойдемте, чай попьем. Так, Надежда, мой первый вопрос. Вы в Лиме же всю жизнь жили или переезжали, возвращались? Как вообще? Нет, всю жизнь мы не жили. У меня отец, это родные края папы. Здесь жил дед, прадед. Папа уехал познакомиться с мамой. Они уехали жить в Березняке. И потом где-то в 5-6 лет мы начали летом ездить. А вообще, любовь к селу у меня проснулась вот где-то, наверное, вот в 5 лет. У меня вот прямо в голове вот врезалось вот это вот в памяти. Когда здесь были поля, когда комбайны стояли, когда машины селосные ездили вот с этим сеном. В 20-м году мы уже переехали 100%. Вообще все полностью, да. Мы бросили все и переехали. Кем работали, что делали? Мы занимались отделкой. Мы отделоченьки. В основном мы работали с плиткой. Керамическая плитка. Я от нее вообще в восторге. Мне она так нравится. Я вообще от нее просто балдею. Мы хотели заниматься пчелами. Мы думали об этом параллельно как бы. Потому что понятно, что отделка это где-то ближе уже к 50-ти годам мы не сможем заниматься. А я читала давно про пчелы. Много чего читала. К папе ездила, тоже смотрели мы. К папе пчеловод. Да, папе пчеловод. Он с 2010 года начал заниматься пчелами. Потому что в течение чего-то надо заниматься. Либо пить, либо чем-то заниматься. Так я не знаю, как это случилось. В общем, я забеременела. Родился малыш Владислав. Мы взяли материнский капитал, купили вот здесь дом. Как бы стартанули. Там какие-то накопления были. И поехали сюда. Я правильно понимаю, что это такое пан или пропал? То есть как бы вы просто супер рисковали? Да, очень. Потому что у нас еще... Ладно, мы одни. Как бы могли бы где-нибудь что-нибудь бросить, повернуться и обратно уехать, что-то придумать. А тут у нас еще дети. То есть только вперед, ни шагу назад. А еще у нас была цель. Не просто любительская пасека, а нам нужна промышленная пасека. Если в советские времена промышленная пасека составляла 100, сначала семей и выше, до 120-150, это был максимум, это был предел. А на сегодняшний день, допустим, в Канаде вот эти 100-120, это уже любительская считается. А у нас даже еще до этого объема, вот здесь не каждый может дойти. А что с Канадой вообще? Ну то есть получается, Канада чем-то, мы же похожи по климату. Да. И поэтому вы вообще как бы смотрите на канадский опыт или на что вообще? Да, мы смотрим... Случайно я так, когда вот мы выбирали, я вот нашла в Ютубе там фильм канадского пчеловождения. Вас это вдохновило? Да, это вообще у меня вот до сих пор вот мурашки. Мурашки? Да, до сих пор вот рассказывают о канадских пчеловодах. Я когда это увидела, это реально, и как бы в принципе, а чему хуже-то? В принципе, это тоже может те же люди, те же пчелы, те же технологии. Просто нужно немножко расти, подход немножко поменять. Ну то есть оптимизировать, придумывать под себя? Да, да, да. Посадить и вывести пчелы. Вы себя экспериментируете постоянно еще? Да. У меня вообще папа против экспериментов. Против? Вообще это. Он говорит, зачем? Вы так экспериментируете, вы рискуете, а вдруг вот что-то пойдет не так? Потому что здесь, как бы, скажи, пчелосемьей все индивидуально, можно, допустим, не доглядеть, и все, и семья просаживается, и она ничего не приносит. Ее только не она тебя уже кормит, а ты ее начинаешь кормить. По-другому никак. И вот тут, как бы, мы тут очень, очень стараемся прямо, чтобы какие-то действия произвести, мы сядем и подумаем, правильно, неправильно вообще. Что будет, если мы сделаем так? Что будет, если мы не сделаем так? А он просто работает, как здесь когда-то работали люди. То есть и его технология тоже верна. А, ну вот мед у вас, у него такой же получается, как у вас, или у вас все-таки какой-то другой вкус? Тут тоже все индивидуально. Вот, допустим, наша 145-я рамка позволяет откачать мед, допустим, с одним вкусом в определенное время. Когда вторая там, вторая еще раз набралась 145-я, снова откачать в другое время. И в итоге получается абсолютно два разных вкуса. У него же, получается, трехсотый нужно забить эту рамку, полностью медом нельзя. Либо он забирает это рамочками, либо же он полностью в конце сезона, в августе забирает полностью всем корпусом. Вот он, рынок. Вот они, торговые ряды. А что у вас больше всего продается? Больше всего продается, конечно, наш мед. Честно говоря, я не профи, но по цвету он самый красивый и по консистенции. Давайте попробуем прямо сейчас. Все это ради того, чтобы я мед поела. Или потом? Воду. Будем? Вкусный такой. Следующий пробуем. Так он просто похож на мармелад какой-то такой прикольный. Ой, какой цветочный. Да? Вообще классный. Угу. Так, короче, нас в Москве обманывают. Есть ощущение, что все время я ела какой-то другой мед. Это неправильные пчелы. У них неправильный мед. Тут все собачки немножко похожи на волков. Костичку тебе. 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 Такой маленький скажи. Я как бы не корги, но тоже милый. Тебе. Вы как часто вообще? Как часто рынок-то проходите? Каждую среду. Ну, на ту неделю мы пропустили, у нас не было фасовки вот этой. Мы остались без фасовки в связи с тем, что работаем от оборота. А сколько у него вообще срок жизни? Вечно. Вечно. Мед, что по-моему вообще в пирамидах везде он есть. Хотя вот требуют, как бы требуют писать один год, да? Но это как бы этот вот Роспотребнадзор требует. А так по идее вечно. Вкусно. Очень, очень вкусно. Залеплю сейчас тебе камеру, будешь тут смотреть. Все потрогать хочу. Пока просто приложу. Не, ну это, конечно, веселее. Так, ребят, ну, значит, показываю, что я купила. Вот такую шапку. Вот такую. Обе офигенные. Но вы прекрасно помните, что авиабилеты нужно покупать на авиасейлз. И здесь шопятся потом на рынке. Авиасейлз. Поиск дешевых авиабилетов. А как можно фальсифицировать вообще мед? Я могу вот по своему впечатлению сказать, что, ну, здесь есть послевкусие. Он не приторный и так далее. Вот тот мед, который я где-то там покупала в Москве, он, ну, ты как будто такой сироп прям ешь. Он очень... Сами ответили на свой вопрос. Фальсификат может быть несколькими способами. Ну, во-первых, патока. Как бы есть такое дело. Сахарный сироп. Да. Вот там эти отходы промышленного производства сахара. Да. Это, во-первых. К этой патоке вы добавите, возможно, сейчас ароматизаторы вкусовые. Да, сладко. Но послевкусия нет. Или там такой неяркий, такой быстрый такой моментальный вкус какой-то там бывает. Да. Либо же эту патку, патоку, это как бы второй вариант. Разбавляют с натуральным медом, да. Это как бы второй вариант. Там уже вроде как бы и мед, и не мед, как бы, да. Вроде, ну, как бы я вроде честно немножко разбавила, да. Это как второй вариант. Третий вариант. Вот вариантов вообще море. Да. Потому что когда я начала разбираться с фальсификатом, мне просто стало интересно, ну, как так в определенный период времени к нам приезжает куча народу, и они продают дешевый мед. Хотя мы, ну, просто не укладываемся в эту цену. Даже вот пчеловод с Кезерской области, он за эти деньги, у него, извините, пасека 500 плюс, он не будет за эти деньги продавать свой мед. Потому что он говорит, не киснет, пусть стоит. Ничего не будет. Фальсификат часто состоится с такими сотами, очень часто их видно, да. Я даже сама подумала, что их можем подделать. Можем пчел накормить сиропом. Вот обычным сахарным сиропом. Мы его применяем для чего? Для того, чтобы их накормить осенью, закормить, чтобы они 100% пережили зиму. Да, пережили зиму. Там нет мед вообще. А фальсификаторы просто их кормят? Да, кормят. Может также достать, нарезать. Как будто бы вроде... А что, ну ведь у них же есть же соты, она 100% натуральный тут мед продают. А как понять, ну, как сказать, фальшивый мед? Вот. Или настоящий. Единственный способ – это лабораторный анализ. Ну, нет. Вот я на рынке лабораторный анализ себе не позволю. Да, вы не проведете. Вы не проведете. Поэтому тут чисто довериться своим вкусовым рецепторам. Потому что вот это послевкусие, вот на небе, который как бы вот встаётся, и потом как-то на небе так вот кладешь, еще в рту отделаешь. Эфирные масла нектаров, остатки там, ну, нектара, да, вот это получается самый лучший способ определения. Но, а визуально, по идее, вот сейчас вот подделать можем серьезно, подделывать серьезно как бы. Ну, то есть, по сути, надо попробовать один раз нормальный мед, и у тебя, как минимум, будет планка. Ругаетесь на рынке с кем-нибудь? Нет. Нет. Неправильно это не красиво. Все равно придет время. И все поймут. И все встанет на свои места. Я так считаю. Просто нужно пчеловодом работать, не бояться выходить на рынок. Приехали, да? Приехали, пошли. Вот так. Ух. 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 И нитин. Ух. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята, сегодня я вам расскажу третье правило, и оно мое самое любимое. Дольше пользуйтесь теми вещами, которые у вас есть, и покупайте новые, только если они действительно нужны. Каждый раз, когда я вижу очередное красивое платье или джинсы, я задаю себе вопросы. Ксюш, ты сколько раз планируешь это носить? Вот честно себе скажи. А это вообще сочетается с остальным твоим гардеробом? Тебе это надо или это сиюминутное желание? Вы спросите, а что же делать с вещами, которые уже есть? Нужно о них заботиться. И отчасти на это влияет то, как вы стираете вещи. Например, у Ленор есть технология анти-H3, благодаря которой ваши вещи могут быть защищены от потери формы, цвета, и на них не будет катышек. Видите, я уже третью интеграцию сижу в этом свитере, и все так же прекрасно. Но мы с вами знаем, что у любого продукта нужно читать состав. И изучая состав Ленор, я увидела, что там есть паф. И у меня появились вопросы. А насколько это критично? Потому что паф звучит довольно коварно и страшно. Так что сейчас мы будем звонить Никите, и он будет объяснять нам, что же это такое, стоит ли этого бояться, и высокая ли это цена за то, чтобы мой свитер был таким же прекрасным уже три видео подряд. Никита, привет. Привет, Ксюша. Меня спрашивают, что за павы, почему в Леноре павы, почему, как мне жить, мне страшно. Это вообще что такое? Не надо бояться. Давай сначала расшифруем аббревиатуру. Паф — это поверхностно-активные вещества. То есть как раз эти вещества, они применяются в бытовой химии, и в косметике, и, в принципе, во многих отраслях. И так как помогают удалять жиры и различные загрязнения с тканей. Они очищают как раз одежду от загрязнений с помощью того, что у них есть особая структура, с которой, с одной стороны, она похожа на молекулы воды и связывается с ними, а с другой она похожа на именно молекулы загрязнений. И вот так как бы она их подцепляет и уносит с собой с потоками воды. То есть есть несколько типов пав, но практически во всех используются катионы. И это является основным элементом, так как они биологически совместимы с кожей, и также они служат для пенообразования. За счет того, что они создают на поверхности тонкую пленку, на ткани, то они, во-первых, делают ткань мягче и нежнее, и также сохраняют вещи от загрязнения и старения, и дольше сохраняют насыщенный яркий цвет. Пав помогает сохранять форму изделия. То есть как раз за счет того, что они покрывают пленкой и защищают ткань, происходит истончение ткани гораздо медленнее, и тем самым ты можешь дольше пользоваться этими вещами, что как раз ты очень правильно сказала в твоем правиле, что используй дольше, покупай меньше. Ну слушай, это было интересно. В общем, приятно, что я могу и дальше стирать вещи, и они вкусно будут пахнуть ши, и при этом моя совесть чиста, и у меня не будет больше страха, что я растворюсь, и моя кожа с ней что-то станет из моего любимого свитера. Спасибо тебе в очередной раз, понятно, ясно, все по делу. Уверена, что вы все все поняли. Ребята, можете вернуться в прошлые эпизоды и напомнить себе каждое из них. Можете вообще вырезать себе эти видяшки отдельно, как шпаргалку, что и как делать. Мы и дальше будем вам рассказывать наши маленькие экологические советы. Пишите в комментариях, какие из них ваши самые любимые. Все, пока. Идем дальше в выпуск. То есть, получается, дома вот эти, им сколько лет? 60 примерно. Да, примерно 60. Тут у нас медогонка стоит. Кто это? Медогонка? Да, мы у нас пока зимуют здесь. Сейчас мы ее закроем на зиму. Что значит, что делает медогонка? Отжимает соты? Да-да-да, выкачиваем. Здесь медогонка на 45 сот. Вот где-то примерно. Ну, сейчас будем закрывать на зиму это все. Она как пресс? Нет, ее она уже перевернула. Как центрифуга она работает? Да-да-да, как центрифуга, да. А у вас огород, он чтобы... Ну, вы для себя овощи какие-то? Да, для себя обычно. Или для пчел? И для пчел. То есть и то, и то, и то. Да. Это вот для пчелок тоже подсадили, пробуем акацию. Ее здесь вообще нет. Прижилась. Тоже акация для них. Тоже все прижилось, нормально будет расти и будет жить здесь. То есть вы специально где-то заказываете семена именно под пчел, чтобы... Да, да, да. И чтобы пробовать какой-то мед новый из-за этого делать? Ого. Ну, подкормить их в июне месяце, хотя бы лентарно. Ну, а там какие-нибудь медведи, еще что-то? А вот сейчас покажу. Пока. Ох, он есть все-таки? Нет, он есть, да. Да, он есть сто процентов. Мы поэтому их огородили. Ага. Сейчас покажу, как мы огородили. Но мы в следующем году планируем пасеку перевезти тачок вот туда. Вот на ту гору. Ага. Им там будет комфортнее. Мы так оценили обстановку, где солнце что-то по максимуму стояло и смотрело на пасеку. Там самое лучшее место. Ну, вот как раз там живет медведь. Он прям там ходит. А им вообще может быть жарко? Может. Да? Может. И если семье будет слишком жарко, они вместо того, чтобы собирать йод, они будут вентилировать улей. То есть, а пенопласт уже как бы что это? Это термос. Да. Он определенную температуру держит и помогает пелам. В принципе, эту температуру тоже поддерживать. А получается, что они вот в таких искусственных ульях, по сути, живут? Да. Они тратят селеночке и время на то, чтобы какой-то свой строить. А в природе? Это дупло. Они в дупле были бы? Да. А матка вообще выходит из улья? Выходит один раз, когда ей нужно облетаться, оплодотвориться струтнями. Ага. И то есть, они могут потеряться. Ага. Могут. Могут потеряться, что там птичка съела, недолезала. Вот так это грустно. Я вот представила, вылетела ты на свои, на свой редкий, но меткий, скажем так, полет по свиданиям. И тебя съедает птица. Угу. Ну вот наша пасека. Тут как раз и есть электроизгорищ. Ой, я вижу их прям. Да, вон летают эти 36-37 с меня как раз. А сколько у вас всего? 36. Как правильно, пасек или как называется одна штучка? Домиков 36. Тут 36 семей, значит. Что это? Это вот, как бы скажем так, крышечки, где вот открываем и закрываем литочек. Можно на две пчелы, можно вентиляцию поставить, можно на одну пчелу. Это чтобы могла выйти одна пчела? Да, да, чтобы одна могла пчела выйти. Когда нам надо, мы просто их закрываем, либо оставляем маленькую щелочку, чтобы не было воровства, допустим. Потому что если семья маленькая, то сильная семья, если ей не хватает корма, и она не отвечает на медосбор, особенно сейчас, если осенью происходит, и в конец августа. Они могут маленькую семью разворвать, ей нужно как бы сократить. То есть тут еще между этими домиками битва за еду? Может, да, за еду, да. Ничего себе, у них тут жизнь. Да. У нас две семьи очень слабые, но мы все равно оставили, чисто из-за маток, жалко очень маток. А так, если бы была бы пасека больше, мы бы их просто либо объединили, эти две слабые семьи, и матку убрали бы, либо же пришлось... А от чего зависит, слабая она будет или сильная? А количество расплода, как бы, да, как матка сеяла, если посев плохой идет, постепенно-постепенно матка проседает, семя становится меньше, меньше, меньше. А не нормально с другими насекомыми тут вообще себя чувствуют? С какими-то комарами, клещами, кто-то еще? Клещи им вообще... Без разницы. Да, без разницы. Они не любят мышей. Да, они как бы мы их на зиму... Мыши к вам приходят? Приходят, они зимуют. Мы в том году ловили мыши в улье, поймали все-таки, весной, правда, поймали, да. А мы их же кусают, они вообще-то как они... Вот, так они там стараются найти в улье тепленькое местечко, оно же тепло ведь зимой. Вот они это местечко находят и стараются зимовать, но если вдруг пчела увидит и ее ужалит, то как раз за счет прополиса, они ее как мумию из нее делают, и им это вот... Из мыши? Да, как бы ее обволакивают, чтобы она там не разлагалась, и чтобы ничего там... То есть они ее убивают, а она мумифицированная лежит в улье? Да, 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 бывает и такое, да. Ну, слава богу, как бы у нас такого не было. И вы потом открываете, и так сюрприз. Да, сюрприз, но чаще всего они не доходят. Чаще всего она знает, куда она лезет, а старается тихонечко так аккуратно себя вести. Вот вообще что у вас за пчелы? У нас среднерусская порода. Российская, родная. Да, 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 но она просто выдерживает суровые зимы, работает на коротких взятых хорошо, вот реально она работает на коротких взятых. Ну прямо русская, пока все сходит. Да, и устойчиво к всевозможным заболеваниям. Именно вот эта пчела может собрать быстро много меда, она переключается на коротких взятых. А то есть получается в породе тут даже не вопрос меда, а именно то, как они зиму переношат. Да, зима, это самый важный фактор, это бесполезно. Я потом приду, закроюсь с медом. Да? Ну, надеюсь, медведь не воспользуетесь. Нет, он сейчас уже гуляет, ему уже все равно меда. А вы прям видели его? Мы видели... Следы? Следы. Вот такие, вот такие следы, мы лучше не видеть. Лучше не видеть. Не надо. Лучше я... это то, что я готова пропустить. Пчелы, да, медведи, не сегодня точно. Это была ловушка для пчел, правильно? Да, мы хотели поймать дикие рыи, но, видимо, неправильно немножко выбрали местность. Ну, вместо пчел мы поймали непонятно что, скорее всего шершень. Какой большой. Какой большой. Один последний. Может, она даже спит еще уже? Очень люблю мёд. Очень люблю мёд. Очень не люблю соты. Это профилактика моей трепофобии. Личинки ветер. Ну, примерно 4-6 кг по пчелам, по количеству не буду говорить. В килограммах они? Да, да. В килограммах измеряется. Вообще все пчелы измеряются в килограммах. Они уже нашли будущий домик. И вот можно вот в такой будущий домик их поймать. А, вы ждете, что кто-то сюда залетит? Да, мы можем поймать, если... Ну, немножечко неправильно сделали. Вот в этом году мы их переделаем, повкуснее там сделаем. Почему пчелы окуривают? Они задыхаются и успокаиваются или как это работает? Нет, это инстинкт, приобретенный ими еще на древних времен. То есть для них это сигнал. Горит лес. Так. Значит, надо набирать зобики медом и готовиться к вылету. Горит дупло, да, вдруг. Они могут улететь в другое место, и им этого количества меда хватит на первое время, чтобы освоить новое гнездо. А вы зачем их окуриваете? А мы их окуриваем, чтобы как раз они набрали свои зобики меда, и таким образом они не могут поднять свое брюшко, и они не жалятся. Не жалят, ага. А пчелы вообще не против, как бы, что у них мед забирают? По сути, они же его производят, ну, это, наверное, на целях жизни. Им не нравится, им не нравится, им не нравится. Да. Если летом мы можем подойти к ним без маски, то во время медосбора, отбора рамок, в принципе, к ним без маски не подойдешь. Они защищают. Естественно, это их корм. Угу. Но они же не знают, что вы их будете всегда кормить. Да, они не знают, что мы их будем еще кормить, еще мы им оставляем, и они все забираем. То есть у них остается еще их мед? Да, что-то остается, потому что, допустим, чтобы весеннее развитие было все-таки на меду, а не на сахарном сиропе. У них какое-то расписание у пчел, что их до 12 дня нельзя будить? Нет. Ну, то, чтобы просто солнышко поднимается выше, теплее становится, и мы, тем образом, меньше охлаждаем гнездо. И температура, соответственно, тоже позволяет нам для осмотра, чтобы не охладить гнездо. Но вы рады, что вы с мужем вместе этим занимаетесь? Да, сначала было тяжело, нужно вместе работать, переключиться с отделки на пчеловодство. Ты же вместе, постоянно вместе. Да, постоянно вместе, вы же все время вместе. Ужас. Да. Вот. Ну, ничего. Как бы цель-то одна, идея одна. И, в принципе, это как наши уже подопечные, как наши маленькие детки. Поэтому уже мы как-то уже сработались, уже все привыкли. Ну, и, в принципе, мы одинаково думаем по развитию пчелосемей, по содержанию пчелосемей. Слава Богу, мы одинаково думаем. Да? А в среднем на улице сколько вообще, как в месяц каких-то трат уходит? А там считают не по месяцам, там считают по сезону. По сезону. Да, по сезону. И в зависимости от того, когда стартанула пасека. Допустим, у нас сейчас, в этом году мы разово вложились. И все это вместе по деньгам. 250 до 107. 357. О, нормально. Ну, это прилично. Да. Это еще мы не все взяли. То, что мы хотели. Это мы взяли то, что нам может содержать пасеку и получить мед товарный. А так по факту надо больше. Мы еще нынче пока не отбили. Как колготки, мальчики, надеваем. Вы же знаете, как колготки надевать. Моя моднейшая шляпа. Самая модная на земле. Это может лучше, потому что все в самом деле. Ой, шумя. Все было хорошо. И вот они начали шуметь. И сейчас нам надо понять, в чем причина шума. А шум это значит, что-то не так. Что-то не так. Либо они работают, либо жирные. Что с кормами? Либо что-то с маткой произошло. Либо что-то с маткой случилось. Хотя не должно было быть. Есть контакт. А-а-а. А-а-а. Какая разница между сильной и слабой? Объем пчелы. Размер? Количество. Количество пчел в самом улей. Да, количество. У нас все пушит. Это сильная семья. Видите, по рамкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, ну и больше тут, да. Разве. Семь рамок и еще плюс три корпуса это. Но сильная семья не всегда есть хорошо. То есть, допустим, в определенный момент, когда нет медосбора, да, такая семья просто автоматически начинает роиться от безделья. И они начинают вылетать. Вот как раз вот у нас дедушка, он сидит с тубареткой. И ждет? Ловит. Он специально вот у него такая техника. Вот потому что роевые пчелы приносят очень много меда. Мы же пошли по другому пути. Мы просто наращиваем до определенного момента семью. Но понимаем, что молодых пчел много, взятка нет. Значит, надо их убирать. А вы можете прям определить, кто молодая пчела, а кто не молодая? Да, они отличаются. Темные, это более старые пчелы. А светлые, по-моему? Пушистые такие. Знаете, светлые, пушистые. Они прям пушистые, реально. Вот они и поменьше немножко. Чаще всего именно молодые пчелы занимают верхний корпус. Если там все распло. То есть они в пентхаусе живут. Да, да, да. Очень информации мало и технологий очень много. И вот как раз для этого нужно еще больше читать, больше учиться. Да, учиться. А вы по Ютубу в основном уже учитесь? Да, мы по Ютубу, по Ютубу смотрим, кто делится опытом. По книжкам, старые книжки. А есть какое-то образование профессиональное? Нет, вот на сегодняшний день как раз они появились. Буквально в том году появилось дистанционное обучение как раз по пчеловодству. По пчеловодству как раз перепрофилированию, переквалификации. Даже вот одна пасека может принести абсолютно разный мед. Вот один улей, допустим, вот эти могут нести один мед, один нектар. Те могут вообще другой нести нектар. И тоже определять примерно можно по цвету. А убедиться какой конкретный это мед, да, может сдать анализ плицевой. Анализ плицевой укажет каких-то цветов больше либо меньше. А имеет смысл какая-то вот эта раскраска цветная? Есть, да. Это определенный цвет? Почему? Есть смысл. Я не знаю, и подтвержденный, и не подтвержденный факт. Но мы не решили проверять этот момент. Мы решили сделать так, как говорят пчеловоды. Пчела видит некие символы, некие цвета. То есть она запоминает не просто какую-то локацию, да, вот улья, координат какой-то, да. Она еще запоминает, что возле этого улья, какой кирпич на этом улье, какая цифра на этом улье, какой цвет даже, какой штрих. Ну да, у вас разные все, порядок везде. Да, какой штрих. Поэтому мы особо даже не старались монотонность какую-то придать. Ну пусть эта полоса там, допустим, будет там еще какое-то пятно какое-нибудь. Вот таким образом они находят свои домики. А если они к чужой прилетят, то ее... А их могут не пустить, а могут и пустить. А если вроевая пора, то они пустят. А если идет развитие, скажут, ты чужак, они могут его просто не пустить. Хорошо, если не пустят, а могут и прямо там... Забить вообще. Да, да. Ну для меня пчеловод как профессия, она еще очень важна и привлекательна тем, что пчелы вымирают же. Это очень круто, что вы этим занимаетесь. Для меня, потому что я понимаю, насколько они важны для экологии, экосистем, и сколько всего они делают, сколько умирают растений, потому что пчел не хватает. И то, что вы их разводите, это получается вообще для всей этой зоны должно быть в плюс. Это уже в плюс, это уже видно. За 10 лет вот здесь изменилось все. Вообще все. Вот с того момента, как появились пчелы. Здесь стали появляться интересные растения. Вообще интересно. Я просто брожу, смотрю, где кто летает, куда летает, какие медоносы они таскают, на что садятся. Изменилось прилично. Стало разнообразнее. Сереж, а расскажите вообще, что сейчас происходит, и топятся соты, я так понимаю? Да, сейчас происходит перетопка воска, отработанного уже. Забракованные рамки здесь перетапливаются все. А что с ними можно делать потом? Мы используем для изготовления свечей. Так, это значит, мы сейчас фитиль. Да, это мы сделали быстрый фитиль на скорую руку, а так вообще, конечно, это как вариант. Да. Дома можно приготовить. Форма может вообще быть любая. А вы их продаете потом или дома? Да, мы их продаете. Нормально продаются? Нет, плохо продаются. Плохо? Для ассортимента держим, мы же пчеловоды должны быть все равно. Ну вот, таким вот образом рождаются свечи. Ого! Это тоже самый простой, самый примитивный способ изготовления свечей. Я вам очень благодарна обоим. Вообще, что доверились нам, пустили нас в свой дом, накормили нас, напоили. Все это рассказали, потому что, ну, как бы мы, у нас такая компания, можно было не доверить. Можно было подумать, что это городские сумасшедшие в прямом смысле. В общем, спасибо вам огромное. Это было очень интересно и вообще безумно благодарно. И, в общем, у меня два подарка вам. Первый, он такой вещественно-прикладной, держите. Я видела, что у вас YouTube-канал, и я подумала, что вам нужно чуть больше какой-то аппаратуры, чтобы вы могли все это снимать и больше люди могли узнать про пчел. И про пчел. Вот, чтобы вы могли и дома снимать, и пчел снимать, и вообще все, что угодно делать. Да, это было. Блин! Про то, что мы думали. Вообще, да, мы при ней думали, чтобы вот в походе где-нибудь движение. Вот, да, да, да. И чтобы она не промокала, и пчелы ее не кусали, и удобно было ее держать. Боже. У меня аж прямо это. Спасибо большое вообще. И там лампа такая, чтобы тоже все было красиво, можно было делать свечи, снимать это. В общем, вот здесь все продумано. Ой, я рада, я рада, что вы это такое хотели. Вот. А второе, ну, мы как раз тоже про сегодня говорили, что хочется продолжать обучение, и что вот вы искали всякие места, куда бы можно было это сделать. В общем, мы с Уральским институтом связались, и они сказали, что мы можем оплатить ваше обучение. Вам просто надо будет подать документы, и все. И они вас берут. Что, серьезно? Да, честно. Вот. Поэтому только, пожалуйста, учитесь делать мед и вообще продолжать то, что вы делаете. Ой, спасибо огромное вообще, да. Да? Да, вообще. Все хорошо. Вот. Пожалуйста. Давайте обнимемся. Ой, спасибо. Вообще-вообще. Я просто правда от вас в восторге. Я очень надеюсь, что это все, ну, как бы вам пойдет на пользу. Ну, я уверена, что так и будет. Вот. Потому что, мне кажется, вы многих людей действительно любите. Меня вдохновили очень сильно, правда. Ну, это самое главное. Это наша миссия. Да? Да, это наша миссия. Ну, все. Мы отправляемся обратно на пересадки и переезды. Оставляем вас в надежных руках друг к другу. Да? Да? Все. Хорошко. Хорошко продуктов. Прижимаем Вас. Владиво. Не уверена, что здесь. Типа. Типа. ».